Итоги недели подводим на канале Россия 24, теперь по воскресеньям 17.20. Одно неизменно, меня по-прежнему зовут Сергей Пинчук, и я всё так же говорю вам здравствуйте. А начнём сегодня с новости, которая на минувшей неделе наверняка заинтересовала любителей горных лыж и сноубордов. Белокурихе-2 открыли горнолыжный комплекс Мишина гора. Мы приветствуем вас на самом высоком горнолыжном комплексе Алтайского края. Самое интересное, что это чистейшая правда. Вообще на Алтае недостатка в горнолыжных склонах сегодня не ощущается. Однако речь в первую очередь идёт о республике Алтай. Там и горы выше, и спуски круче. Что касается преимущественно равнинного Алтайского края, в его горнолыжной истории это безусловно событие. Мы готовили это больше месяца. В декабре работы велись при 30-градусном морозе даже, но тем не менее мы это запустили. Хотя многие не верили, что мы до весны это сделаем. Скорее ешьте! Высота 800 метров над уровнем моря. На склоне уже работают две трассы. По своим характеристикам они вполне способны удовлетворить запросы представителей как минимум двух категорий катающихся. И новичков, и профессионалов. Горнолыжная трасса у нас протяжённостью 980 метров по подъёмнику. Перепад высоты 225 метров. Что как раз и попадает под гомологацию международного уровня. Вообще предполагается, что в единый горнолыжный комплекс в итоге будут объединены сразу три вершины. И Мишина гора первая из этой тройки. Территория, которая не только радость приносит людям, живущим здесь, но и огромному количеству туристов, отдыхающих, которые посещают этот знаменитый курорт. Уверен, что появление таких точек вообще в Алтайском крае, это ещё большая возможность привлечения сюда людей со всей страны. Смотрите, как они в крыльях сейчас. Смотрите, какие у вас лучшие спортеры. В небесной канцелярии, видимо, решили, что много снега всё-таки не бывает. И включили осадки на полную. Снег валил сплошной стеной, не переставая. Склон тонул в серой мгле, вершина терялась в облаках. Так что утверждение, будто Мишина гора, самая высокая горнолыжная точка на Алтае, уже не подлежало сомнению. На вопрос, с какими сложностями пришлось столкнуться в процессе строительства объекта, отвечающий за стратегию, Олег Акимов признался, всё было непросто. Уже хотя бы потому, что объект такого рода и таких масштабов здесь строят впервые. Немножко фундамент на 6 сантиметров поставили правее, надо было по центру поставить. Опора немножко не там, понимаете. Вот эта точность, она и сыграла то, что у нас несколько дней вчера соскакивал трос. Ну, это всё, это отладка просто. Это отладка. А сейчас мы её отладили, в общем-то, идеально. Работы впереди, что называется, не в проворот. Предстоит установить на спусках мачты освещения и так называемые снежные пушки для искусственного оснеживания склонов. Предполагается, что на полную мощность они заработают уже предстоящей осенью. Ну, это у нас сейчас на следующей неделе приезжают специалисты, именно по системе искусственного оснижения. И мы будем выбирать, какую марку, какую фирму и какое оборудование нам поставить. Сезон здесь будет продлён недели на две за счёт искусственного оснижения и с северной стороны склона. Освоение территории под названием Белокуриха-2 идёт уже 8 лет. Частично возведён и запущен биатлонный комплекс. Однако Мишина гора обещает побить все рекорды по массовости. На обустройство этого объекта уже потрачено порядка 100 миллионов рублей. И это только начало. В середине февраля в Сочи пройдёт инвестиционный форум. На нём состоится презентация сразу шести объектов, которые предстоит построить в Белокурихе-2. Их стоимость исчисляется уже миллиардами.